Добрый вечер, дамы и господа! Мы рады приветствовать вас в концертном зале имени Скрябина. Мы начинаем концерт в рамках международного фестиваля имени Василия Ильича Сафонова, приуроченный 210-летию со дня рождения Ференца Листа. Программу «Вокруг листа» вашему вниманию представляет заслуженный артист России Евгений Михайлов. АПЛОДИСМЕНТЫ Всем добрый вечер. Перед началом, перед тем, как я начну играть, я бы хотел представить эту программу. Она имеет свое название, поэтому хотелось бы сказать буквально несколько слов. Но прежде чем я продолжу, я хочу спросить, достаточно ли хорошо меня слышно в последних рядах? Это замечательно, потому что микрофон – это вот совсем не мое. Прежде всего, почему «Вокруг листа»? Вы наверняка знаете, что в этом году мировая общественность празднует 210-летие со дня его рождения. Дата вроде бы не очень круглая, но тем не менее значимая, потому что эта фигура, она, собственно говоря, мы должны, наверное, праздновать каждый год со дня рождения Листа и очень с большой любовью, потому что если бы не было бы этого композитора, то мы бы с вами здесь бы и не встретились. Почему? Потому что первый, кто провел сольный фортепиано-концерт в мировой истории, это был Лист. До этого концерты были либо с разными коллективами, ансамблями, камерными ансамблями, оркестрами, либо с разными солистами, либо, собственно, солисты сменялись. Выходил один, потом выходил другой, а Лист – первый в истории музыкант, который провел концерт из только своих произведений, монографический концерт и, будучи на сцене, весь вечер на манеже один. Поэтому, конечно, эта фигура, вообще эта фигура невероятно масштабная. Сегодня мы, наверное, об этом не будем говорить, потому что это и так нам всем известно. Но, тем не менее, концерт начинается, я бы хотел начать концерт не с музыки Листа, а с музыки его современника Иоганна Сабрамса. Интересно, что... Да, кстати, я хотел бы попросить, чтобы вы еще раз проверили свои мобильные телефоны. И за одно отключение. Спасибо. Так вот, интересно то, что Лист, родившись в Венгрии, значительную часть своей жизни прожил в Германии, в Веймаре. Собственно говоря, его и родной язык, он немецкий. А Бранс, родившись в Гамбурге, в Германии, большую, не большую, но большую часть жизни, 30 лет, прожил в Австро-Венгрии. Таким образом, это еще и сплетение географическое, сплетение политическое, сплетение стран. Не буду сейчас вам рассказывать, насколько стиль Листа повлиял на Бранса, равно как, собственно, наоборот. Тем более, что мы знаем любовь, в частности, Бранса, к музыке, к народной музыке Венгрии. И Лист это приветствовал, и они довольно много общались, и слышали концерты друг друга. Так что это две фигуры, которые будут... Пересечение которых будет сегодня общей идеей всего концерта. Не буду вас долго мучить преамбулой, начну концерт. Три пьесы из опыса 116 Ягана Собранска. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Мэттнер, который родился, прожил значительную часть жизни в России, потом эмигрирует, но по своему мышлению, дело даже не столько в его немецких корнях, сколько по своему мышлению в музыке, он очень многое впитал из западноевропейской, в частности, из немецкой ароматической музыки. Хотя, та соната, которая сейчас прозвучит, она, наверное, одна из самых таких фаустианских и драматических, драматичных, которые он написал за свою жизнь, у него всего 14 сонат, но они очень разные настроения, и эта соната, которая сейчас прозвучит, она называется трагическая, но мне думается, что она по духу больше драматическая, чем трагическая, и в этом очень много влияния, пожалуй, тоже Листа, потому что тут наверняка вы будете вспоминать в момент звучания этой сонаты, знаменитые сонаты Листа, это и большая семинорная, и соната по прочтению Данте. Тут очень много таких драматургических параллелей, я бы провел. Собственно говоря, музыка говорит сама за себя, Николай Мэттнер, «Прагическая соната домино» в одной части. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Он он» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Такого истинного романтика. И, несмотря на то, что их личности трудно сравнивать, наверное, все-таки между ними невероятно много общего и, может быть, даже больше, чем у кого-то бы ни было из других русских композитов. Наверное, Рахманове не стоит много говорить, потому что это наше все, так же, как и Чайковский Пушкин и так далее. Поэтому я только объявлю три миниатюры, которые сейчас прозвучат. Это доминорная этюд-картина «Содия с минорной прелюди» и этюд-картина «Ромажор». Содия с минорной прелюди 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 Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Риктор считал, что эта соната седьмая заканчивается победоносно. Оставил этот вопрос открыто, мне очень интересно будет, какое у вас было ощущение после этого финала. Она состоит из трех частей, я забыл упомянуть, и она, конечно, полна, может быть, она одна из самых виртуозных в этой череде военных сонат, но виртуозность, как и всегда у Прокофьева, собственно, так же, как и в лучших сочинениях Листа, к которому мы периодически сегодня возвращаемся, виртуозность, конечно, не является самодавляющей, а стоит на службе содержания. Мне кажется, что это одна из самых ярких в этом отношении прокофьевских сонатов. Итак, в заключении концерта соната номер семь, сигму и мажор в трех частях, Сергея Сергеевича Прокофьева. Аплодисменты 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok